Привет, небесные драконы! С вами проект мой Тайсики, я Варченко Виталий, и сегодня в этом видео я подобрал для вас мега подборку о том, как Винчун выносит всех каратистов, мастеров кунг-фу. Под моими видео часто ребята писали, что почему Винчун у тебя все время проигрывает. Неужели нету боев, где Винчун выносит ребят? Неужели он никогда не побеждает? Ты сильно предубежден к этому виду единоборств. Но я решил погасить эти все споры и нарекания, и показать целую подборочку боев, где Винчуисты дают жару. Итак, в этом бою у нас каратист, черный пояс против мастера Винчун. Как видите, мы наблюдаем захватывающий, невероятный бой, который сперва мне очень напоминал мемчики про бой двух котят, которые лапками друг друга мусолят. И в этом невероятном бою каратист выиграл. Техника удара, онлайн курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Следующий бой у нас между мастером Винчун и черным поясом по каратэ. Уже полноконтактная рубка, где мастер каратэ с опущенной головой махает жесткими ударами от жопы, как в нормальном сельском клубе после приезжих городских. Но мастер Винчун идет в упорную жесткую атаку с ударами рук в своем стиле 100 ударов за 2 секунды. Ну кто выиграл в этом в бою, я даже не знаю. Напишите в комментах. Ну и сейчас немножко архива с Брюсом Ли, его мастерство Винчун, которого он нахватался у мастера Ипмана. И благодаря своим крутым фильмам, веселил людям надежду, что Винчун действительно четкая тема. Следующий бой, где крутой мастер Винчун в спортивках и в водолазке, стоит спокойный как удав с молниеносной реакцией кобры и ждет атаки каратиста, который пытается его раздернуть, где-то на рывочке споймать и прыгает на него с прямой ногой. Но наш мастер, как неподвижная скала с гнездом Дикого Орла, не пытается даже сдвинуться с места, а просто классно и четко отбивает все удары. Правда, немного пропускает ногой по животу, но бывает, это бой. Хочется отдать данное в этом бою мастеру Винчун. Винчун он стоял спокойно, но все-таки пропустил в нос и закончил бой победой каратиста. Хочется отметить, что каратэ бывает разное. И если взять, например, кьюкушин каратэ, это очень жесткая вещь. Полный контакт с единственным ограничением, это исключение удары руками в голову. Но в общем, ножками и коленями ребята валят жестко. А если взять Винчун, то это тоже нереально жесткий вид единоборств. Правда, с одним маленьким исключением. Он очень жесткий и крутой только в фильмах. А этот бой нужно записать в великую историю побед мастеров Винчун над остальными. Лысый здоровый кабан, мастер Винчун, вызвал на бой дедушку кунг-фуиста. И решил показать, что его школа Винчун нереально крутая. Ну и для этого, конечно, он выбрал себе соперника, который в два раза старше и в два раза меньше. Для того, чтобы сделать эту победу эпической. Ну и хочется отметить дедушку. Он, конечно, не ссыканул, но техника и разнообразие ударов его заставляет желать лучшего. А чем закончился этот бой, мы сейчас увидим. Стоп, стоп. Вот такой секретный удар ногой по голове, когда мастер кунг-фу уже стоял на коленях. Ну бывает и такое, как бы мы же все-таки говорим про Винчун, а это реальный бой в уличных ситуациях и для самообороны. А на улице никто тебя не будет ждать, пока ты поднимешься с колен. Поэтому наш мастер сделал так же. А это еще одна эпическая битва, где мастер Винчун, да-да, это этот парень в черной кимоно, больше похож на любителя гамбургеров под 150 килограмм, показывает свое умение на каком-то кентюрике дяденьке, который вышел из зрителей и попросил показать, реально ли работает Винчун. На что наш здоровяк сказал, да без проблем, я сейчас тебя сомну тут как котлетку от гамбургера. И так и сделал. Мало того, что мы не увидели каких-то серий ударов, мы просто увидели, как здоровенный дядька побежал и массой задавил этого дрыщавенького мужичка. Ну а это Ипман, да, это четкий пацан, который очень классно, классное кино, честно, ребята, мне кино Ипман очень нравится, я видел все его части. Но, к сожалению, я не видел ни реального, ни одного реального боя, где бы с таким же проворством и мастерством представители Винчун что-то делали. Ну в этой эпической битве между мастером Винчун и мастером карате, с какого-то района гетто, ребята показывают настоящее кунг-фу. Вот это я понимаю уличный бой. Действительно, два парня из неблагополучного гетто не раз сталкивались в этой мясорубке, особенно после пивного ларька, поэтому мастерства им не занимать. У этих ребят очень классная отточенная техника уличной мясорубки, когда оба крутых гопника стоят с опущенными руками и друг другу кричат «Давай, давай, давай!» и дергаются на ногах, пока кто-то не прыгнет с феноменальным поджопником, а потом не начинает бить 30 ударов в голову с закрытыми глазами. Ну вот ребята, похоже, работают в таком же стиле. «Давай!» И бой нас заканчивается феноменальным попаданием мастера Винчун в голову, так как это было первое четкое попадание в голову. На этом собственно-то бой закончился и победу присудили мастеру Винчун. Ну так что небесные тигры огненных драконов, какой же вид единоборств все-таки круче, Винчун или карате? Напиши в комментах, что ты думаешь об этом. И обязательно подпишись на канал, нажми колокольчик и поделись видео с друзьями, пускай тоже выскажут свое авторитетное мнение. Что здесь техники набегания? То есть я стою, да, и пошел. Вот она разница, видишь, круговой бой. То есть что такое ассасин? Ему пофигу, чтобы люди... Он в толпу забегает, да, и пошел просто убивать. То есть там нету... В настоящем бою вам в кино показывают. Ха! О-о-о! Да? А-ля кинокомедия. Вот. А настоящий бой, он вот он, пошел, понимаешь? То есть ты крутишься. В толпу залетел и пошел убивать просто, да? То есть там тебе думать-то особо не приходится, да? То есть ты вошел в толпу и пошел. Вот. Смотрите, и вот возникает штанга, да? Вот. И вот здесь вот где-то потянули. Да, где-то потянули. То есть выбили нижний шар, выбили нижний шар, шар ушел, и здесь возникла штанга, чтобы его раскоординировать. Да, вот вы уже... Вот тут, когда схватиться, не всегда человеком получается, потому что он жену. Да, поэтому что? Я бью по нижнему шару, вот теперь штангу на себя, и он все отлично пошел. Нижний шар прочь-то держит штангу. Понимаете? Поэтому вывести человека сложно, он же ноги у него. А вот таким вот способом просты. Браз, и вот штангу потянулся за собой. И вот он у нас перед тобой. Видите? Это вот энергетический бесконтакт, то есть выведение из равновесия. То есть сейчас вот было что? Резонансный удар ногой в шар. Как бы я почувствовал, что резонансная волна началась вот здесь и как бы вылетела в шар. Выбило его по мячу. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова